Догадайся, говорит, с трёх раз, что за дерево. Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите Хроники Столяра-Любителя. Начну сегодняшний выпуск с демонстрации вот этого богатства, которое приехало ко мне в качестве подарка из славного города Кургана. Звонок из Кургана. Звонит Иван Баев. Говорит, привет, привет. Слушай, говорит, хочу тебе отправить брёвнышко, говорит, берёзовое. Я говорю, Иван, у меня тут вот берёз за окном. Я тебе могу сам пару кубометров отгрузить. Он говорит, нет, я тебе, говорит, пришлю. Приходит, значит, вот этот вот короб... В общем, ребят, здесь килограмм 30, не меньше. Коробка из-под оборудования Record Power. Но там, я так понимаю, то самое берёзовое брёвнышко, которое Иван мне выслал. Давайте посмотрим, что же здесь он сюда положил. Эта коробка у меня уже в мастерской лежит, наверное, неделю. Всё, руки не доходили. Но вернее как, меня просто здесь не было. Вот я приехал, и не терпится посмотреть, что же за берёзовое брёвнышко он... Ой, ё-моё, ребята, вот это он мне навалял. Ой, письмо! Так, первое, что бросается в глаза, это... Макита Тулс, карандаши. Плюшкин клеил. Ну, молодец, Плюшкин. Ух ты! Карагач 220+. Вот это да! Это клеон светленький, ага. Карагач. Узнаю по рисунку, да-да-да. Знаем мы такое дело. Ох, вещь! Это вот на ясенёчек похоже. Липа. Берёза. А, ну вот она, пошла, наконец, обещанная берёза. Я, говорит, полежка тебе пошлю берёзовая. Да, Иван, удивил. Кубики. Вот буду играть в кубики. А вот буду пирамидки складывать. Так. Манчжурский орех. Ничего себе! Орех. Клён. Слушай, класс! Клён, это прям... Вот мне нужен был кусочек, Иван. Спасибо. Вот, клён, клён, клён. Ну, я даже знаю, куда я его отпущу. Карагач. Так, ребят, мне что-то уже это... Класть некуда. Лиственница. А, лиственница, да, лиственницу узнаю по рисунку. И заготовочка яблони. Да, вот это, ребята, вот так вот в жизни бывает. Сидишь, никого не трогаешь, а тут раз, и подвалили работёнки. А, я понял, что здесь написано на карагаче. Вот это вот... Блин, надо теперь ведь этот автограф как-то сохранить. А как его сохранишь? Ну, ладно, я понял, что здесь написано. Карагач не стоит обрезать, может, на чаши пустишь. Конечно, Иван, дорогой, неужели... Я такую прелесть вот так вот резать буду и выкидывать. Да нет! Я такого себе позволить не могу. Ну, этот же человек без подколок не может. Догадайся, говорит, с трёх раз, что за дерево. Так, ну-ка мы занюхаем. Не, ну так, по виду, то, что вот мне известно, я думаю, что это что-то из хвойных. Может быть, лиственница. Может быть, ёлка какая-то. Я же не ботаник, Иван. Но чашечка, я думаю, из этого глубокая получится неплохая. Мой вариант, короче, лиственница. А потом расскажешь, что это такое было. Спасибо тебе, Иван, огромное за такое богатство. Я ещё неоднократно тебе это буду говорить, так что уж терпи, дорогой. Ну, сейчас буду думать, что с этим делать. Ну, а начну я всю эту дерево-переработку, пожалуй, вот с этого карагача. Я сначала увидел, прочитал, что карагач 240. Нет, по факту это написано 270. Это огромный такой вот кусочек карагача, из которого, в принципе, получится шикарное блюдечко. Кстати, у меня тут скоро у одного близкого человека день рождения. Я думаю, что это будет в самый раз. Ну что ж, начнём осваивать подарки. Итак, карагач, цельный кусок, диаметр 270 миллиметров. Надо найти центр. Ну, тут вот я гляжу, Иван центр уже обозначил. Спасибо. Но проверять за Иваном не буду, потому что смысла нет, я думаю, абсолютно никакого. Так, перепроверять за Иваном Баевым. Ну, всё, тогда позиционирую планшайбу вот такую вот большую. Больше крепежей, надёжнее будет сидеть. И фиксируем. Сегодня, кстати, надо попробовать новые резцы от Record Power. Пришли. Заготовка, конечно, неравномерная по массам, по центру. Сейчас при пуске наверняка будет колбасить. Заготовка, конечно, тёмно. Заметки, тёмно. Снимаем. Пока только пыль летит. Сейчас тогда по окружности попробую его выровнять, а потом уже начну отсюда дорабатывать. Снимаем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok